Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Женя Кузин сообщил своим поклонникам, что он больше не вернется на проект. Он записал специальное послание, в котором сказал, что благодарен проекту, потому что встретил здесь свою вторую настоящую любовь Сашу Артемову, с которой он будет теперь создавать семью. Саша и Женя пообещали появляться иногда в гостях на субботнем шоу. Также ребята приезжали на лобные и объявили о своем уходе участникам проекта. Все очень сожалели об их уходе и даже плакали. Денис Козлович видится за периметром с Катей Король. Как вы помните, недавно Катя покинула проект, но Денис не ушел за ней. Он сказал, что Король не та девушка, которая нужна ему. Но Катя и Денис все равно общаются и даже в паре пришли на свадьбу общей знакомой. Денис пишет, у нас разные пути в жизни, но меня восхищают целеустремленные и талантливые девушки, такие как Катя. Она открыла свое ателье в центре Москвы и шьет мне кожаную куртку. Мужские вещи она создает отменно. Оля Рапунцель летит в Москву, она хочет провести собственное расследование. Она пишет, я так подумала, а чего мне здесь сидеть одной на острове, красоте такой пропадать. Полечу я на поляну, там больше возможностей, кастинг, социум, общение. А также там Дмитренко с Райской, которые заврались в конец. Буду выводить их на чистую воду. Райская это таблетка от Рапунцель и она ему не нужна. Но несмотря на это, Оля Райская уезжает домой с легким сердцем. Она написала в своем микроблоге. Сегодня я улетаю домой на сессию. Мой мужчина сказал, что будет ждать меня, несмотря на то, что на поляну летит его бывшая. Слова моего мужчины закон и я ему верю. Слухи о том, что Яна Африкантова вовсе не дочь, а скорее внучка Татьяны Владимировны, получили очередное подтверждение. В сети был обнаружен снимок настоящей мамы девочки, которая, по всей видимости, является бывшей супругой брата Марины, Дениса. Оказывается, Яна, как две капли воды, похожа именно на мать, а вовсе не на Марину или Татьяну Владимировну, как это казалось ранее. Семен Фролов продолжает обижать свою девушку, Руслану Мишину. Она рассказала про очередной скандал в их паре. Семен начал высказывать при ребятах очень неприятные и унизительные, на мой взгляд, мнения. Снова возвысил Рапунцель, разговаривая про постель. Тут я не удержалась и плеснула ему в лицо виноградный напиток, чтобы остыл. Он плеснул в меня, в итоге попал бокалом по руке и разрезал ее. В свои 36 лет человек так и не понял, что девушке приятно слышать, а что нет. Я, пожалуй, откажусь от такого человека в своей жизни. На поляне побывали родители Игоря Трегубенко. Они приехали на свадьбу сына. К нам приехали мои мама и папа, пишет Игорь. Я их встретил, а вчера они познакомились с родителями Эллы. Все прошло замечательно. Поляна им понравилась, но на проекте они не хотят оставаться. Бывшие подруги Саша Харитонова и Елена Босс опять поругались. Они спорят, кто же привлекательнее. Босс рассказывает. Сегодня был скандал с самого утра. Я и Харитонова. Она считает, что самая яркая и сексуальная баба. А я так вообще на 45 лет. Не люблю грязь и лицемерных людей. В паре Богдана Бобрика и Насте Волынец есть проблема. Настя ревнует парня по любому поводу. Для них на проект пригласили психолога и он предложил очень странное решение этой проблемы. Богдан рассказывает. Сегодня с нами общался психолог и предложил метод, так сказать, встретиться со своими страхами лицом к лицу. А метод заключается в том, чтобы Харитонова сделала мне массаж при Насте. Появилась информация о беременности Ксении Собчак. Это одна из самых первых ведущих телепроекта. Долгое время Собчак признавалась в неприязни к детям и заявляла даже, что никогда не хотела стать мамой. На одном из мероприятий она появилась с закруглившимся животиком и стала даже принимать от журналистов поздравления. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!